Мама попросила ее благословения, чтобы переехать сюда. Отец инвалид отечественного венда был, мне было 18 лет. Он благословил батюшка и говорит, езжайте. Мы приехали здесь, на квартиру устроились, там все. И таким образом мы переехали сюда. Всех родителей я уже похоронила. Здесь до 50 монахов его, которые были в монастыре. Похоронены? Да, совершенно верно. И он сказал, это второй Иерусалим. И исцелял тогда, даже без всякого этого самого... Есть такая Васса в Ростове у нас была, наша Ростовчанка. И он ей пальчик отрубил и тут же приставил. И сейчас такие же есть чудеса, что слов нет. Приезжает и здесь священство, и также исцеляется. Даже завора быть не может, чтобы нет. Отовсюду едут. В 60 лет прослужил Гороба Господня. Вот. А теперь, значит, сюда приехал со временем. Ну, это я так, пятая на десятая. Просто там, не важно. Вот. Здесь были некие Ковалевы такие, которые знали его девчатами. Вот. А потом уже началось. В трудное время мы живем. На дворе эпоха болезненных, тяжких и порой жестоких перемен. Множится беззаконие. Множится оккультизм, злоба. Но вместе с тем восстанавливаются храмы, наполняются братья и монастыри, прославляются святые земли русской, которые жили и молились за нас в годы советской власти. Этот фильм мы задумали как документальное свидетельство жизни и чудес святого преподобного Феодосия Кавказского, недавно прославленного в Ставрополье. Поскольку преподобный Феодосий начал свое служение на родине именно отсюда, из Кашиной щели, позвольте и нам начать этот фильм с этого святого места. Мы находимся у источника святого Феодосия Кавказского Чудотворчия. Находимся на святом месте. Называется оно «Каша на ущелье», потому что здесь в 20-е годы подвязался старец Феодосий Кавказский Чудотворчий, который исцелял водой источника, постом и молитвой всех притекающих сюда людей. В простонародье называется «Кашкина щель». На этом месте каждый вторник при любой погоде в 10 часов утра проходит молебен. Служат Акафист Божьей Матери и Феодосию Кавказскому Чудотворцу. Оттуда дальше проходит Кокресток. За хоронением служится панихида о упокоенных. На этом месте этой святой водой батюшка Феодосия вместе с нашеньками исцелял людей душевные и физические недуги. Найдя колодец, этот колодец вырыт уже потом, потому что на данном месте, где было указано Божией Матери, когда он молился, в условно обозначенном месте, там камушек вы его тоже можете заснять. И было сказано Божьим, было явление Божьей Матери. Она дала знамение именно барвинкам, что в этом месте забьет источник, и будешь исцелять этой животворящей водой, постом и молитвой всех притекающих сюда людей. Батюшка Феодосий жил именно на этом месте. На этом месте был храм у них, чуть левее были кельи. Две большие кельи и третья келья маленькая, в которую помещался сам Феодосий Кавказский чудотворец. И вот на этом самом месте у источника он исцелял людей, вместе с монашеньками, которые помогали ему в этом. Мы жили в Ростове, это мои родители. Когда мама вышла замуж, стала с папой жить, у него были припадки. Тут ей посоветовали, тогда еще называли ее все равно Людмила, говорит, но она молоденькая же была. Знаешь что, Люда, езжай, вези своего мужа к отцу Феодосию, который находится в Крымской, он его исцелит. А она вначале что делала? Она, значит, не стала, вот как сразу не поехала туда, а стала просить Бога, встанет и просит, ты лучше исцели моего мужа, а я пусть буду больная. Она его любила, он очень хороший, тоже добрый был такой мой отец. Вот, и говорит, исцели его. Ну, вроде лучше, конечно, так стало. А вот мама стала очень плохо, очень плохо. Ее туда, тогда папа отвез в это горное, отец Феодосий исцелил ее, она поныне никогда не болела. Вот, а тут, когда я родился уже шестым, ну, пятый родился ребенок, мальчик, он умер от чего? От того, что было очень ему что, плохо. Вот, он был такой очень раздражительный, и плакал, и плакал, и плакал, и умер. Умер он и до года не дожил. Ну, и меня тоже, я когда родился, мне стало 11 лет, и мне тоже вот так случилось, что я все время плачу, плачу и плачу. И я тоже, мама уже зная, что исцелился отец, она исцелилась. И говорит ему, папе, давай повезем сына. Ну, что ж такое, неужели мы этого потеряем сына? Уже одного потеряли. Ну, поехали туда, в горное. Вот, отец Феодосий, что стал смотреть и говорить, давайте мы обойдем церковь три раза. Ну, обошли церковь, он обошел с кадилом, с крестом, обошли. Потом, значит, нет, все равно я кричу. Тогда он положил где порог у церкви, проходил через меня, так, раза три, тоже мама говорит, с кадилой, с этим, вот, с крестом. Я кричал, а когда он уже на руки меня взял и так внимательно на меня посмотрел, и я ему посмотрел, вот, мама говорит, с того момента ты перестал кричать, и поныне я не кричал, вот. Даже когда ехали, удивлялись, что я даже не плакал, думали, что я уже не живой, вот. И сказал, мама, когда спросила его, как он будет жить, будет. О жизни преподобного Феодосия Кавказского достоверно известно немного. Родился он в миру Федор Кашин в мае 1841 года в Пермской губернии в семье крестьян Федора и Екатерины Кашиных. Однажды во время семейной трапезы в избу неожиданно влетел голубь и сел прямо на руку Федору. Мальчик погладил птицу, но мать ее спугнула, и голубь поднявшись, залетел за иконы и исчез. В отрочестве, движимый духом святым, Федор покинул свой дом, пристал к группе паломников и отправился с ними на Афон. Игумен одного из этих монастырей приютил его и дал ему келью. Когда Федору исполнилось 14 лет, на Афон приехал российский генерал и привез на корабле свою тяжело больную жену. По просьбе игумена Федор Отрак пришел на судно и исцелил больную женщину. После многих испытаний на Афоне и в Константинополе Федор совершил паломничество на Святую Землю, где и остался служить в Иерусалиме, в храме гроба Господня. По некоторым сведениям он служил там 60 лет. По промыслу Божию отец Феодосий вернулся в Россию и поселился недалеко от хутора Горный, где ему и явилась сама Прецвятая Богородица. Там же забил цельбоносный источник. Слух о старце быстро распространился, и к нему в пустыньку потянулись люди за помощью и исцелениями. Одних он исцелял, других обличал, третьих вручевал словом. Ко всем отец Феодосий относился с участием, заранее зная, кто и с какой просьбой к нему обратиться. Он предвидел и будущую жизнь, и будущую смерть людей. Здесь же у источника его посетили пророк Илья и Енах, явленные в славе Господней. И еще раз приходил пророк Илья вместе с Иаковым, братом Господнем воплоти, но в этот раз они пришли как обыкновенные люди, видимые постороннему глазу. В 1927 году отца Феодосия арестовали и отправили сначала в тюрьму, потом в ссылку. Он предсказал свое возвращение и действительно вернулся в 1932 году в Минеральные воды, где и принял подвиг юродства. 8 августа 1948 года старец скончался. В возрасте 106 лет. В день его кончины в доме неожиданно появился незнакомец, который ночь напролет читал наизусть псалмы, чем поразил всех присутствующих. И после смерти преподобного Феодосия не прекращаются чудеса на его могиле и у его многоцелебных мощей. До сих пор его помнят как дедушку Кузюку. Перед самой смертью он сказал, «Вы еще не знаете, кто я такой, а когда Господь придет во славе, глазам не поверите, где я буду». Сила этого необыкновенного старца была поистине апостольская. Молитвами преподобного Феодосия Кавказского да укрепит вас Господь и дарует вам здравия душевного и телесного. Просите, и будет дано вам. Ищите и обрящите. Преподобный Феодосий Кавказский представился ко Господу 51 год назад. И мы не без оснований полагали, что должны еще остаться в живых люди, которые знали его лично, разговаривали с ним и помнят его как живого человека. Таких людей мы действительно нашли. В начале фильма вы видели одного из них, Сергея Петровича Молчанова. Теперь мы едем в город Минеральные воды, в железнодорожную больницу, где до сих пор работает Евгений Григорьевич Семенов. В 1942 году, это во время оккупации немецкой, немецко-фашистской, минуводах, в декабре месяце, моя мама повела меня к отцу Феодосию крестить. Так как я родился в Алма-Ата, там не было православного тогда, меня крестили. Жил он на той стороне железной дороги, пришли к нему, там две монашки было и он. Он небольшого роста, белая рубашка на нем была, белая борода, белая голова. Седой абсолютно был тогда. Невероятно подвижный. И он крестил меня, поставил на коленке, около иконостаса, во второй комнате. Перед покрестил, пожелал всего хорошего. Это было, ну, в декабре ж зима была. Во время войны, когда были здесь оккупированы минуводы немцами, это было еще осенью, тепло было. Здесь, где мы сейчас находимся, был детский сад. Дети гуляли во дворе, очень много детей было. И вдруг быстренько подходит отец Феодосий. Он шустрый был уже. Быстро подходят детей гуля-гуля-гуля. И он их вывел отсюда, со двора. Завел в помещение, быстренько всех. И здесь минут через 10, не больше, налетели немцы, бросили, не немцы, наши налетели, бросили бомбу. И если бы не отец Феодосий, дети, конечно, во дворе погибли бы. Спас он их. Осенью прошлого года мне было, утром было очень плохо с сердцем. Видно, спазм коронарных сосудов. Я пошел к отцу Феодосию, в церковь уже, когда он был уже здесь. Вот. Я пришел, я не думал о том, чтобы он меня исцелил, не было такого. Но получилось так, что я пришел, свечку поставил ему. Вот. И я забыл, где у меня находится сердце. Я просто был поражен таким эффектом. Поэтому я вот от всей души желаю тем, советую тем, кто страдает чем-то подобным, вот, обращаться к нему, прийти, преклониться мощам отца Феодосия. Будет эффект. Лучше, чем всякие медицинские лекарства, которые наносят только вред. Всякое лекарство – это яд. У отца Феодосия, кроме добра, от него никогда не было плохого и никогда не будет. Только хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, на кладбище около поселка Красный Узел и был похоронен преподобный Феодосий Кавказский. Великий угодник Божий стал привлекать к себе внимание не только тех, кто живет здесь, на Кавказе, но и многих болящих со всей России. Достойные удивления и чудеса совершаются на могиле старца и по сей день. Многие одержимые, бесноватые, порченные и больные люди здесь ощущают благодатную силу и исцеляются. Люди берут отсюда землю, освященную воду, масло и, конечно, читают Акафист преподобному Феодосию Кавказскому. Вряд ли кто из вас знает, какого труда стоит убедить православного человека сказать хоть несколько слов в камеру. Однако по нашей настоятельной просьбе Евгения, молодая женщина, подвязающаяся на могилке старца, пошла нам навстречу и рассказала о чудесах, которые происходят здесь. Раньше на месте новая часовня, которую сейчас строят, стояла небольшая часовенька. Люди приезжали и днем, и ночью с ночевками, читали Акафисты, песнопения, автобусы тоже подходят и днем, и ночью. Батюшка Феодосия здесь жил недалеко. В поселке его прозвали дедушкой Кузюкой. Земля Батюшки Феодосия помогает, маслечко, вода, приносит, освещает продукты. На могилке исцеляются вплоть до раковых заболеваний, парализованные и начинают ходить после принятия батюшкиной водички, земельки. Объясняем, как пользоваться землей, водой, как нужно одеваться в церковь, что нужно причащаться, исповедоваться, ходить. Батюшка всегда говорил, вначале идите на службу, а потом приходите ко мне на могилку. Приезжают многие, кто его видел, нам рассказывают о батюшке. Приезжайте к батюшке Феодосия, батюшка очень многим помогает. Исцеления идут каждый раз. Как кто не попросит, батюшка управляет. По вере ваше добудет вам. По благословению Патриарха весной 95-го года Епархиальная комиссия по канонизации пришла к решению вскрыть могилу старца и обрести его многоцелебные мощи. Иконы, погребальный крест, записки с просьбами молиться о здравии рабов божьих, а также заключения судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что именно здесь покоится иерахский монах Феодосий. По благословению митрополита Гидеона гроб с мощами старца был установлен здесь, в храме святого архистратига Божия Михаила в поселке Красный Узел. Теперь в этой раке под покровительством Иереи Сергия хранятся два больших фрагмента мощей отца Феодосия. Основные же мощи были перенесены в прошлом году в минеральные воды. 25 апреля 1995 года в день Иверской иконы Божьей Матери высокопреосвященнейший митрополит Гидеон совершил пасхальное богослужение перед гробом отца Феодосия. Христос воскресе, Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь и Отец, всей нареченный и святый день, мы счастливы и благодарны промыслу Божию, приветшему Вашу святыню, ангела церкви Ставропольской и Кавказской в этот храм Божий на молитву, на молитву необычную, пасхальную, ибо она будет совершаться Богу дивному во святых своих, прославляющему угодника Божьего Кавказской земли первого светильника старца Феодосия. Христос воскресе! Во истину воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе! Ко святому и блаженному старцу нашу Феодосию, со умилением сердец помолимся. Преподобне Отче Феодосия, молитву на вас. О святый угодниче Божий, преподобне Отче наш Феодосия, Ты от юности Христа возлюбивый и единому Ему последовавый, удалился на гору святую Афонскую у дел Матери Божией и оттуда ко гробу Господню во Иерусалим притеклись и там во священном и монашеском сане, много лет пребывая, совершал усердные молитвы за землю русскую, за церковь нашу православную и за народ русский. Некда же постигла Русь святую, лихолетие без Божия, оставил Ты Афон и Иерусалим и вернулся во Отечество Свое, разделяя горе и страдания народа Своего и Церкви нашей Святой. И же укрепляем святыми Твоими молитвами прославим живоначальную Троицу и Твое освященное Богом имя ныне и прислое во веки веков. И преподобница убожания. Песня. 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 Они были у Него послушницами и многое видели, многое слышали и многое рассказывали мне. Я тогда был молодой человек и тоже так, чему-то верил, чему-то не очень верил, да мало что люди рассказывают. А потом смотрю, народ идет, народ идет, народ просит у старца, который же 50 лет во гробе плоске лежит, и народ получает просимое. И больные, и порченные, и бесноватые идут к могилочке преподобных, и там молятся, там плачут, и там же зримо получают просимое. И мне очень много рассказывали очевидцы, люди, которые приезжали со всех концов России, с Ленинграда, с Москвы, с Киева, сами больные, или больного ребеночка, больную девочку, и ведут, и несут на могилочку старцу, и там Господь им помогал почти все. Конечно, во время безбожия это было не модно, и власти с этим боролись. Никаких феодосиев, никаких могилочек, никого ничего не надо. И вот, я уже, сами видите, старый человек, но скоро умру, но вот такой был факт моей жизни. Отец Илья, наверное, свидетель. Приходят эти Ковалевы, ну и другие вот такие, как вы, батюшка, пойдемте на могилочку, послужим, паники. Да что вы, Господь, мне ж завтра распнут за это. Идти на могилочку служить, где очень запрещалось. Ну а потом, отец Илья, там, протодяк, он был знаменитый, Анатолий Адрианов, да, Григорий Ефремович Ревюк с хором. Пошли мы на могилочку, послужили. Правда, народу было много и очень много, погода была хорошая в августе месяце, кажется. Ну, отслужили мы торжественную службу, всех успокоили, удовлетворили. А сам, я думаю, ну, наверное, это последний день был в моей службе. Завтра заберут регистрацию, с ним из прихода, иди там, Александр, куда хочешь. Вот под таким страхом, как и все люди, да уж день, и два, и никто меня не тревожит. И не тронули ни Нарижный в Ставрополе, ни Бочаров, здесь у нас был уполномоченный. Так я служился столько, сколько нужно Богу было угодно. Поэтому, и когда я услышал о том, что пришла пора прославить старца нашего Феодосия, я разговаривал в Москве, в Москве посоветовали, как надо это делать. А потом, когда могилочка была там, на кладбище, начали ходить туда люди даже не церковные и не с церковными планами. Вот там что-то, то делаете, другие, начали составлять какие-то житии, совершенно неправильные, того, чего не было, чтобы отбить народ от почитания. Вот то придумали, это неестественно, то не было. И я, испросив благословение у нашего патриарха, создал специальную комиссию, председатель комиссии, вот отец Павел, старейший наш протеорей, и еще другие наши священнослужители, и отец Вадим, да, отец Вадим, вот. Мы начали собирать все о старце Феодосии, но все правдиво, и все то, что было. Не придумывали, не надумывали, а только искали факты. И вот я живой свидетель, что я многих видел, многих слышал, и сам служил по ликиду. Это было в 62-м году, когда правил нами Хрущев, лысый такой руководитель, и он очень гнал церковь. А вот Господь сильнее его. А служили мы Божью слугу, прославили старца, и отец Илья уже в метрофорной протеорей, и я вот уже в белоголовый митрополит. Господь все сделал. Поэтому сейчас мы местным образом почтили старца, засвидетельствовали духовенству и народ Божий, что народная тропа к мощам старца Феодосия не зарастает. На кладбище сошли не совсем удобно, там и верующие, и неверующие. Потом какие-то раскольники хотели выкрасть мощи, мол, выкопаем, увезем, вот пусть туда что хотят делать. А Господь мудрее их. Мы приехали, и спаси Господи, местной администрации и район на минеральных водах. Все с пониманием отнеслись. Там была и медицинская экспертиза, чтобы никаких подделок, ничего там не выдумывали. Все, что мы нашли, каждая косточка, каждая ребрушка, череп, все, что было 50 лет в земле, что осталось. И когда вот его бабка, как называют, принимала при рождении у матери, говорит, вот этот мальчик счастливый, он в Камилавке родился. Открыли мы гроб, и Камилавочка целенькая. Это же чудо. 50 лет в земле, и Камилавочка целенькая там у изголовья лежит в огробе. Поэтому чудес много, чудес много, и сомневаться в этом не надо. И надо только верить, и глубоко верить, и по нашей вере, по нашим молитвам Господь сдаст нам и здравие, и спасение, и нашему городу. И теперь вот ваш красный узел приобретает такое мировое значение, что там, где-то в глубинке, и как вот чудно, дивно дела твои, Господи. Начали мы восстанавливать храм, но кто думал, что храм получится, и что этот храм нужен для упокоения старца Феодосия. Но не было бы этого храма, куда девать? В Минводах там, вы сами видите, вот-вот-вот завалится та вот церковь, немножечко новую, пока еще, Бог знает, когда мы ее сделаем. Храм есть, храм хороший, и вы не под открытым небом, не под дождями и снегом, всегда в укрытии, и с нами вместе наш блаженный старец Феодосий. Поток людей не иссякает ни на могилку, где уже давно нет мощей, а исцеления продолжаются, ни сюда, в храм архистратига Божия Михаила, где настоятель с Божьей помощью отчитывает одержимых. Люди приходят, просят и исцеляются молитвами отца Феодосия. В 1998 году мощи его были перенесены в Покровский храм минеральных вод. при огромном стечении народа. Посмотрите, как это было. Вот такие вот штаны, где вы не видели. Казаки, Владыки Гидиану! Люба! 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 С праздником вас, братья казаки! Спаси Господу! Казакам нашим Люба! 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 На перенесение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 при огромном стечении народа Божия своевременно доставлены сюда Покровский собор. В этот счастливый день я считаю приятным долгом сказать слова сердечной благодатности главе администрации города Минеральные воды Владимиру Семеновичу Катренко, который нашу радость принял как свою радость, нашу заботу принял как свою личную заботу и все получилось прекрасно. И вы, батюшка-проповедник, умилили мое сознание, вспомнив о моей мамочке, которая проезжала сюда, а ей уже 92 года, и когда доедем домой, говорю, сынок, я так себя стало лучше чувствовать, побывал у батюшки. Это явное свидетельство, что старец Феодосий не оставлял и наших земных старцев. Поэтому все вы рассказывайте, призывайте, объясняйте, указывайте, что у нас в Покровском соборе покоятся цельбоносные мощи нашего покровителя, нашего земляка, преподобного Феодосия Кавказского. Преподобне, отче Феодосия, моли Бога о нас. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Воскресы измертвых, Иисус, Истинный Бог наш, молитвем Пречистое Своей Матери, Святых Славных Ситуальных Апостолов, Святого Апостола Андрея Первозванного, Святого Орхистратида Божия Михаила, Святого Великомученика и Целителя Пантеле Гимона, Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Святого Ангела Хранителя и Живосвятых Отца нашего Николая, Архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, Преподобных и Богоносцев Отец Наших, Сергия и Серафима и всех святых, Помилует и спасет нас, якоблад и человеколюбец. Праздников всех! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...